Дмитрий, вот, живу я в Гродно. Дмитрий, зовут Дмитрий, живешь в Гродно. Вышел ко мне на связь, потому что хотел что-то сказать. Ну, хотел сказать, потому что смотрю на общение такое. Раньше таких не видел форматов именно. Сейчас смотрю уже на ютубе, оказывается, довольно много. То, ну, вся эта ситуация, которая тут у нас происходит. Ну, и много людей, много разных мнений. Часто мнения такие, скажем так, предвзятые, накаченные извне. Люди там смотрят то, что доступно, а то, что им в первую очередь пихают. А пихают, это, как правило, те, которые ставят себе такую задачу. Напихать, раскачать, скажем так, ситуацию. И люди, не обладая критическим мышлением, но эмоции, на это покупаются. И делают такие разные, скажем, совсем выводы хорошие, конструктивные. Поэтому, как бы хотелось бы немножко тут кое-что прокомментировать, объяснить ситуацию, как я вижу. Говорю, это чисто мое видение, мое субъективное видение этого всего. Я никому ничего не навязываю. Но я хочу, чтобы было объективно все, чтобы правда была. Чтобы без всяких этих ложных домыслов, без лишней этой пропаганды, без ничего. Ну, с чего тут начать? Начинаем с самого начала. Вот как это все у вас началось? Как ты это понял? Какие протесты? Как ты сам отреагировал? Как это все? Вот эту хронологию было бы неплохо отследить. Почему? Потому что мы со стороны это все видели через нехту. Понимаешь? Все отключено, у вас ничего не работает. А знаешь, действительно, серьезно тебе говорю, мне было страшно. Вот знаешь, как раньше... Я вот сейчас опять начинаю аналогии проводить с Приднестровьем. Там у нас тоже отключили связь. Я не могла позвонить родным. Я не понимала, что происходит. У нас, да, телефон такой был, знаешь, проводной. И вот точно. А сейчас же уже все это перешло в интернет, понимаешь? И вот мы сидим. Вот. И я набираю, ничего не вижу, не понимаю. А вот это нехта там такое-сякое. Бьют, убивают, стреляют, закапывают там тоннами, знаешь, людей. Мы вот так вот. У меня знакомый тоже. Мы, знаешь, сидим с ним. Он дозванивается туда по телефону. Он не может дозвониться. То есть никто не знает, что, понимаешь, родственники. Понимаешь? Перелякались все до переляков просто. Знаешь, потому что, что с родственниками, что с людьми. Знаешь, вырубили связь. Это же вау. Это же вау. Поэтому начнем все сначала. Первый день, второй день, третий день. Значит, ну, лично для меня вот эта вся беда началась еще где-то в начале 2000-х годов. То есть для меня сейчас ничего нового не произошло. И когда пошли первые протесты, когда Луку в 1994-м избрали, потом в 1996-м был референдум, конституцию поменяли. Потом уже пошли в эти поползновения в сторону России. Ну, короче, там. И у нас такая была, как я сейчас недавно назвал, говорю, национальная забава – День воли. Народ собирался в Минске на День воли. Там собирали толпу, тоже шли. Их встречал ОМОН. Все друг друга били там, короче, хорошо. Вязали, паковали. Вот то же самое, что сейчас происходило. По большому счету было точно так же. Просто люди уже подзабыли. Это уже без малого 20 лет прошло. Ну, в районе этого. И уже подзабыли. У нас ОМОН очень хорошо бьет, блин. И когда тут с этими выпущенными глазами бегают, кричат – ой, ОМОН побил, блин. А что вы хотели? А куда вы лезли вообще, если так вот разобраться? Забыли, как тогда лупасили, паковали. Потом в 2010 году были выборы. Там площадь организовали. Вот, опять же таки. Вышли тоже. Бойня была нормальная такая. Там и переломанные были, и побитые всякие. Вот, только что площадь, когда была еще погода, холодно было. Там в куртках были ванны и все остальное. Улегчалось, что удары смешали. Непоготовленные вышли. Я говорю, надо на пикеты ходить. Это одевать ватные, стеганые штаны, блин. Вот, памперс, пейнк. Тут этот поджопник такой, что дети на горках катаются. Вот. И идти уже смело. А то пошли, блин, в цветочках и в шортиках. Конечно, получат. Вот. Поэтому надо знать, куда вы лезете, блин. И для чего вы туда лезете. Вот это вот. То, что ситуация в стране, скажем так, ну, понятно, Лукашенко тут терпеть не могут. Особенно Гродно это всегда славилось. Вот. И есть за что. Это объективно. Вот. Потому что, ну, я тут хотел было разложить так по полочкам. Ну, думаю, ну, то, что он всем, все говорят, он всем надоел, да? Вот. А почему надоел? Никто сформулировать не может. Не могут. Вот. А это надоело, это складывается из многих таких вещей. Я назову пару таких. Ну, во-первых, он хам. Он себя ведет по-хамски везде. Особенно внутри себя. А внутри, вот, посмотришь, как он там выступает со своими. Не выступает, а ведет там заседания правительства. Там еще каких-то своих этих собирает чинушь там всяких. Он с ними ведет по-хамски. Ну, быть, я считаю. Это видно, это людей раздражает. Вот. Ну, там еще куча всяких моментов, вопросов. То, что у нас страна, победившая бюрократии. Блин, вот это вот, как я работал в сфере деятельности, была я с этим сталкивался непосредственно. Это невозможно. У нас чиновники, они, это царь и бог. Ну, там вообще никак ни разу ничего. Там вот у тебя, с кем-то ты беседовал, там вот вы суды пробовали подавать, да, на кого-то. Суд подавать можно подать, но суд ты выиграешь только один раз. Потом, если ты частный предприниматель, у тебя нету там хороших каких-то подвязок, связей, знакомых. Вот. Если ты что-то открылся, на тебя наехали там государственные власти, там они, вот, ты можешь у них выиграть суд, но только один раз. Потом уже все. Тебя запакуют там в санэпидемстанции, пожарники и прочие-прочие, всякие службы налоговые. Тебе просто не дадут ничего развиваться. Поэтому люди платят штрафы, вот, уже приходит эта инспекция, с ними напрямую там, цена вопроса какая-то. Они начинают мозги там выносить, там все такое, там тебя тягать по этим инстанциям, бумажки бегай, пиши ответы, всякие там, ну, все это как бы на законных основаниях. У нас законы такие, они сами под себя их пишут. Этих чиновников очень много. Вот, они под себя эти законы придумывают, сами их блюдут. Вот, ну, и простые люди, кто вот хочет там какое-то деятельностью заняться, еще чем-то, вот их постоянно душат налогами, там, поборами всякими, штрафами. У нас в бюджете, в государственном бюджете, есть статья дохода в бюджет от штрафов. Понимаешь, что это значит? Вот, чиновники, которые вот эти вот, организации, наделенные вот этими полномочиями, они приходят, они без штрафа не уйдут, в любом случае. Вот, они всегда есть к чему докопаться, что-то где-то найти, там надумано, придумано, но с ними никто не судится, понимая бесполезность этого. Потому что один раз ты можешь выиграть, но потом уже все. Поэтому вот так вот. И это вот этот момент. Потом, ну, это, скажем так, более специфичное. Простым людям это мало видно, они этого не понимают. Вот, что для простых людей, вот, которые для основной массы, да, это его, ну, постоянное вранье. Вот, у нас всюду врут. По телевидению, во всех выступлениях, у нас такая чудесная страна, у нас так хорошо. Что, да, у нас есть какие-то показательные колхозы, есть у нас вымощенные какие-то там улочки красивые, покрашенные, замечательные. Но с этой улочки сверни в сторонку. И там начинается полный П. Вот, можно сказать, что это в других странах все тоже присутствует. Я согласен. Вот, но нафига у нас рать об этом на всех улицах? Потом его эти пустые обещания, которые он вечно дает, там, по 500 долларов. Это уже сколько лет назад было. Уже эти 500 долларов, они сейчас вообще ничего не значат, эти 500 долларов, которые, когда это все декларировалось. И все это из года в год, вот, по 500 долларов, там, еще там что-то. И вот эти просто пустые обещания, в которые никто не хочет верить. Та же, там, медицина наша бесплатная. Зайдешь в больницу, тебе в больницу бесплатно. Ну, положит тебя в больницу, там, да, покормит, там, тебя. Ну, а все остальное свое. Вот, вата, шприцы, лекарства, все процедуры, там, все свое. Тебе ничего бесплатного там нет. Хотя мы все платим налоги. У нас все мы платим социальное страхование, 35%, из фонда заработной платы. Вот, и нас должны за эти деньги лечить, извините, вы меня. Вот, я думаю, что нормальный пакет страховой в той же Италии стоит примерно так же, 30%. Наверное, вот, да, в размере. Ну, вот, у нас фонды заработной платы, это все нормально высчитывается. Причем наниматели не имеют права выплатить зарплату, не уплатив вот этот вот налог. Ну, то есть, я так понимаю, просто нет развития, да, нет... Абсолютно, абсолютно. Ну, у нас очень большая... Именно застой в плане не развивается общество, да, то есть, новые какие-то, ну, как, реалии, новые реалии, да, происходит, а вот эта чиновничная структура, она мертвая, не двигается. Постная, мертвая, она никуда не хочет идти, она саморазвивается, саморазмножается. Вот, растут эти правительства, ну, государственные здания, там, как грибы, они новые, некрасивые. Чинушек все этих больше и больше, чем они там занимаются, толком никто не знает. Вот, у нас в Гродно целая улица построена, только одни там пожарники, суды, милиции, там, все вот такое вот. И это ж... Ну, а куда это? Все, как бы, с одной стороны, да, это рабочие места, а с другой стороны, ну, это нахлебники. У нас очень большая надстройка, вот. У нас одного с ложкой, семеро с ложкой получается вот так вот. И вот это вот кормить всю эту свору, то есть, тяжелее и тяжелее, скажем так. А работы ее меньше. Вот, у нас вот как пошла, ну, мировой кризис, когда там в каком-то году был, как-то мы его так... А, в 11-м, да, там? Восьмой, да, в 11-м. Когда у нас метро взорвали в Минске. Вот. Тогда вот это началось все. Ну, мы вот тогда проскочили, почему? Потому что мы на мировой экономике особо не завязаны, мы завязаны на России в основном. Вот. И за счет России-то мы... Ну, нас Россия кормит, что-то говорить. Вот. Для меня это очевидно, а для кого-то это может открытие какое-то, там что-то верят, какие-то там сказки, какие-то IT-технологии, там что-то еще. Нас Россия содержит, причем, ну, капитально, и этого не понимать. Это просто надо как страус голову в песок засунуть. Вот. Но многим обывателям такая позиция, такая поза, вернее, страусина, она вот больше всего подходит. Поэтому, блин, удивление вызывает, что у нас, оказывается, ОМОН бьет, блин, что у нас, ну, почему-то наша экономика не такая экономная, нам это все декларируется, понимаешь? Вот. И вот это вранье, вот, оно, честно говоря, задолбало, блин, вот эти вот пустые обещания. Он там что-то наобещает, там, допустим, год, там пенсии поднимем на 5%, да, а цены на 10% поднялись. Вот. И толку с этой пенсией. Бабки стоят по магазинам, ждут, когда куриные эти ошметки принесут. Вот. В очереди стоят в супермаркетах, когда курицы, которые уже там полежали, их пускают в обработку, да, там уже готовую продукцию делают. И вот эти вот костяки, хребты, без костей, их выносят и продают. И бабки стоят, чтобы быстрее ухватить этих курячих костей, блин, там, крупы какой-то, все супы готовы, сверить кашу там со вкусом курицы. Это реально. Потому что пенсии, как бы, да, на все пенсии получают, на пенсию. Ну, за квартиру ты заплатишь, у нас продукты очень дорогие. По отношению к нашим зарплатам у нас основная масса доходов уходит на прокорм. У нас очень большое вот это вот идет чисто на еду. Там что-то, какой-то шмачок какой-то дешевый купить там, что-то. Ну, вот это все. По большому счету, таких тут, скажем, это основная масса населения так живет. Вот. Это еще и такой момент, который вот очень сильно его под, скажем так, подорвал его авторитет, там все, это коронавирус. Вот. Когда он начал, заделался главным эпидемиологом, вот, и начал рассказывать, как у нас с коронавирусом, как надо. Сперва, что его вообще нету, вот, стал давать обещание, что у нас никто от коронавируса не умрет, вот, и так далее, и тому подобное. Там, что вот журналисты говорят, ты вирус видишь-то, а они не видят. Ну, я не вижу. Ну, что это такое? Ну, да, вел он себя, конечно, жутко. Лезет туда, куда ему лезть не стоит. За него просто стыдно нормальным людям, да. Ну, кто-то такой президент, бля, что ты лезешь туда? Кто тебя тянет за язык, за твой? Ну, вот, ему так вот хотелось. Он думал, что может этим он себе там, ну, авторитет какой-то заработать. Но, на самом деле, это все только в обратную сторону пошло. И вот это вот конкретно, вот сейчас вот эта ситуация стала развиваться, когда объявили об этих выборах, там объявили, там, кандидатов в эти самые президенты, еще кандидатов кандидатов был. Еще на этом уровне уже пошла вся эта беда. Там Бабарико, Цепкало, ну, и там эти спойлерные, там еще две штуки. Вот, четыре даже было, Гедуке еще там раньше снялся. Еще на этапе собирания, вот, и начал гнобить, Бабарико взял, посадил. А вот для чего ты посадил. А всех знаешь, что такое пошло. До этого Бабарико никто не знал никогда, я не слышал о нем. А тут в один миг все раструбили по всей стране. Ай, Бабарико, какой он умница, какой он хороший. Как он нас быстро приведет там к процветанию всеобщему и всему остальному, да. Хотя, блин, а кто он такой, этот Бабарико, управляющий дочкой Российского банка? Про него никто не слышал, не знал никогда. И тут он резко стал такой самый популярный депутат. Так самое забавное, что, ну, с людьми говоришь там, ну, хоть читали, что этот Бабарико вам там обещает. Ой, там все будет хорошо, все будет классно. Ну, он умничка, он умный такой, он образованный, он интеллигент, он вот весь такой представитель. Он долги, долги отдаст, мне говорили. Да, 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 долги все отдаст. Ну, вот, Цепкало второй такой же, блин, клоун, милый палый, блин. Все мы сделаем, блин, АТ-технологии у нас. Я вот парк, самое меня, чем поражало, Цепкало в этом. Ну, вроде, что ты демократ, да, заявляешь, что ты демократ такой. При этом во всех своих речах он везде говорил, что это я открыл парк высоких технологий. Я его там продвинул, я его там протолкнул. Ну, обычно говорят мы, если ты коллективом каким-то руководишь, нормальный директор, нормальный руководитель, никогда не скажут, что это я. Он скажет, что это мы сделали. Вот, а этот уже на этом этапе, вот он уже я, 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 я. И чем ты лучше, чем этот, который у нас сидит, спрашивается, что менять шоу на мыло, блин? Ну, вот, ну, это для меня, для других-то, ой, Цепкало, умничка, он там, IT-технологии. IT-технологии такой жупел, блин, который, я не знаю, вот, как мумиё в свое время было когда-то, да, там, горное, блин. Так вот, IT-технологии. Сейчас они спасут страну, блин, офигетишка. Все заживем, все будем IT-технологами. Как Цепкало там в какой-то где-то выступал или что, сказал, что заводы все вывезем в Россию, они вредные, нам не нужны, а отсюда будем по планшетам ими управлять, да. Каждый белорус у планшета будет там заводом в России управлять, ну. Вот такие вот сказочники. Ну, так вот, так вот эти сказочники, вот ничего умнее не придумали, да, вот эти там, кто там в свите там, как это правильно сказать, вот, надо Бабарику посадить, блин, Цепкало надо гнобить, там, подписи насобирали, подписи большую половину не признать. Ну, блин, что ты, если ты уверен в себе, тебе доложили на этом этапе там какой-то опрос, кто-то где-то проводил, ему доложили, что там 76% за него. Еще на этапе собирания подписей. За него собрали там сразу же, буквально только объявили, уже там в первые там дни уже там у него там несколько миллионов подписей там за него собрали. Все трудовые коллективы, как один, да. Да, все только, главное, что никто не видел, чтобы, а где собирали, что, где, чего. Уже насобирали, уже все. Вот. Ни пикетов, нифига там, ну, ладно, собрали, собрали. Но если ты такой уверенный в себе человек, да, если ты танцер, что ты сажаешь этого Бабарику, что он тебе там, какую он тебе угрозу представляет, Бабариками. Потихонечку сливай на него компромат какой-то там, помнись его с телевизора там и отовсюду и все остальное. И все будет нормально, блин. Нет, надо вот это сажать. Естественно, народ это стало раздражать. Капитально стало раздражать. Блогера этого посадили, блин, Тихановского. Ну вот, опять же-таки, это у нас в Гродно все было. Там такой был цирк, блин, такая клоунада с этим Тихановским. Это вообще финиш. Главное, узнаю первый раз про этого Тихановского. Еще он ездил тут по всей Белоруссии колесил. Снимал там свои блоги. Заедет в какую-то деревню там, найдет. Сарай развален. И начинает рассказывать. Вот этот сарай лично Лукашенко развалил, блин. При его непрямом попустительстве и все дела такие. Ну вот, да, да, все. Вот так. Действительно, вот это так вот он плохо поступил. Вот. Ну, ладно. Ездил он, ездил. Никто его не трогал. Я себе так думаю. Главное, приезжает, допустим, в Гродно, да. В течение одного дня три пикета проводит. Там на дачном участке, там, где у нас дорогу новую делают, объездную. Ну, естественно, что дорога, дача мешает. Тем более, там, половина дач там самозанятая, короче. Вот. Естественно, их посносили там все. Ну, дорога нужна. Без дороги город запекается. Вот. В центре города, там, возле театра, драмтеатра, пикет проводят. Там человек 30 стоит, наверное, да. Напротив, ну, рядом с облсполкомом в парке, в Центральном. Там тоже с видами на облсполком. Город с полком. Люди стоят там с ним, тапками машут, тараканов давят, блин. Вот. Никто его не трогает, блин. Милиция мимо проходит, не замечает. Вроде, я думаю, какой-то поп-гапон какой-то, блин. Явно какой-то провокатор, потому что, ну, так не бывает у нас в стране. У нас там как-то два человека вышли, какое-то там что-то растянули, и их в течение там пяти минут упаковали, блин. А тут спокойно, часами стоят, болтают, там, несут всякую околесицу, там, ругают этого Лукашенко. Причем зря. Ну, где-то задело, где-то и просто так. Ну, тараканом обзывать. Ну, что это, нормально, что ли? Притекуйте так, притекуйте по-человечески, но не так же ведь не унижать. Потом хотят к себе какое-то отношение. Так вот, получите, вы одного уровня получаете. Вот. Ну, и когда уже стали вот эти... Тихановский себя кандидатом объявил, кандидатом кандидатов, вот, подписи стали собирать. И его упаковали конкретно. А что, народ посмотрел. Тихановский приезжает, к нему ходят. Никто не берет, никто никого не арестовывает, никто ничего не разгоняет, блин. Их все больше и больше стало собираться там. Ну, вот, туда он уже на этапе сбора подписей приехал. Вообще там толпыща собралась огромная. И тут его решили упаковать. И упаковать как? Послали к нему какую-то бабу историчную. Да, с того, ну, реально цепляться там. За рука кого хватало там что-то еще. На видео это хорошо видно. Вот. И потом там, типа он от нее убегает там чуть ли не в толпу. Та за ним. Заварушка такая. Все разбежались. И мент лежит какой-то непонятный. Что там с этим ментом случилось? Вот. Ну, и все. Того сразу под белые руки. И свезли в околоток, блин. И сидит до сих пор. Ему сутки там продлевают. И вот это, опять же, все это на глазах у людей. Все это в таком, ну, как я считаю, крайне непрофессиональном виде. Ну, так не работают, блин. Его могли там где-то на подъезде в город. Он разъезжает на бусе. Бус там разрисованный. Какой там мультивист. Так, знаете, у вас боевые. Прочи там флага этого бело-красно-белого там. А ладно, не важно. На но. Легко. Там на подъезде к городу. Там остановите его. Там еще что-то. Арестовывайте. Там что хотите. Там он... То, что он видит в блоге. Там оскорбления властей прямые были. Там он нарушил... У нас за это уголовная ответственность идет. Даже не административно, уголовная. Если ты так оскорбляешь президента, то уголовная ответственность неступит. Вот все, которое на тормозах спускалось, вот уже повязано тогда, когда уже вот... Именно уже ситуация распалилась. Распалилась, скажем так. Вот. Потом с этими действиями, я вот говорю, с этими бабарикой посадили. То есть банков с этим начали раскручиваться. Такое. Понимаешь, вот такое у меня впечатление сложило, что с одной стороны вот эту ситуацию стали раскачивать... Ну, недовольство в людях стали разогревать. С другой стороны, как бы еще оппозиции там не было. Еще больше там свои не заявляло никакие. Ни нефти не было. Ничего. И тут же подключается к этому власть, да. Вот. Силовики там все. И действуют настолько непрофессионально. Настолько вот грубо, открыто, вот, что кроме раздражения ничего не вызывает. У людей, естественно, это стало беседой. Потому что помимо того, что вот это все кипело, зрело, вот... И так оно само по себе, да. Вот. Все то, что рассказывает Максим Брайот или прочее, прочее, да. Тут еще не стало это накладываться. Коронавирус тут этот самый. Тоже, блин, это... Ну, люди реально, они вот когда коронавирус вот начался, да. Все это там... Опять же, ну, как говорит психоз, да. Он реально был психоз коронавирусный. Реально. Вот. Ну, как у нас, когда Чернобыль рванул. Да, да, я помню это. Такая же ситуация. Точно так же. В таком же ополуумии, блин, все и все это остальное. Тут еще плюс эти выборы, плюс то, все. Вот одна ситуация накладывается на другую. И такие вот эти действия, блин, силовиков. Абсолютно некомпетентные, блин. Абсолютно, да. Вот это вот бросается в глаза настолько, что, ну, просто диву себе даешься. Естественно, у людей стало все это кипеть. Если бы закипаешься конкретно, блин. Тут Цихановского запаковали, цепкало, голосов не досчитался. Опять же, грубо, абсолютно грубо там. Ну, как так может быть? Большую половину голосов у него отобрали. При этом его оппоненты, там эти, которые спойлерные кандидаты, да, он заявляет, у меня там, ну, сдал там 110, ну, грубо, 110 тысяч подписей сдал, да. А ему, откуда-то берется 120, цик объявляет, что за него 120. Тут сам не знает, руками разводит. Откуда я меньше сдавал, говорит. А у меня тут бой судьбой. Ну, как такое может быть? Ну, намудрили, да, намудрили. Да это не то, что намудрили, это провокация какая-то, я не знаю. На месте Порошенко этот цик бы разогнал бы там, ну, что это такое, ну, как вы считаете, там, ну, не может такого быть. Человек сдал 110, а у него 115, объясните. И тут же сразу, а как народ воспринимает все? Так тут они там крутят, что хотят, они же там, блин, химинчат все остальное, да. Ну, вот, и тут уже сами выборы, блин, перед выборами на тебе. ЧВК Вагнера, блин, арестовывают, да, тут вяжут. Российские боевики приехали ему по Лукашенко сверкать. Ну, опять, ну, это отдельный разговор, я не хочу, блин, это такого позорища, блин, это поискать надо. Вот, вот, стыдно за него было. Абсолютно, абсолютно, понимаешь? То есть человек вот на глазах теряет весь свой авторитет, которого и так особо-то не было. Он в конец его полностью теряет этот свой авторитет, да. Особенно, когда он с Гордоном сидел вот так вот, знаешь, и рассуждал, и вот это вот все, боже, мне так было не даже как-то, знаешь. Вот с Гордоном, да, а перед этим с Венедиктовым, блин. Там еще когда-то пару лет назад там с этой Ксюшей сообщак, там, а Ксюша, Ксюша, и там в дясно целуют, там, елы-палы будут. Ну, это нет слов просто-напросто. Вот я говорю, все одно на одно нападало, вот это нападало. И потом выборы, блин, вот, опять же выборы, да, выборы прошли, все вроде проголосовали, там, при этой, при всей протестной, уже настроенной, против него массах раскачанных, уже раскачанных, да. Вот, всеми этими арестами дурацкими, вот этим поведением, выходками, всеми, вот этим всем. И тут выборы, вот. Я ходил, голосовал, короче, ну, после обеда там в школу, народу возле школы там было, елы-палы, блин. Я справа хотел, ну, тоже думаю, пойду там в конце дня, потом так прикинул, там, в конце дня пойдешь, мало ли там еще какой-то дурак петарду взорвет какую-то там еще. Неизвестно, что будет после этого, блин. Вот, уже с супругой пошли, после обеда там проголосовали спокойно, да и вышли. Жара, духотища такая, ну, само по себе, погода не очень хорошая, вот. Ну, это все. А в понедельник на работу пошел после выборов этих, интернет молчит, все молчит, ничего, информации нету никакой. Елы-палы, даже Лебединое озеро по телевизору не показывают. Ну, что в стране творится, непонятно, да. Тут, блин, ну, что там, умельцы есть, в принципе, там сложно, ничего, обходными этими программками. Я первое, что тебе, телеграмм, нексто, блин, а по нексто на тебе трышат полный там. Трупы тащат, блин, убивают там, короче, все, полная жесть. Все, тут и так, как бы, ну, все наколены, ситуация нервная такая, тут еще это, бляха, муха. Говорю, тут нормального человека трышу сносит, да, а что говорить про боль впечатлительную? Ну, вот. Ну, вот так вот и пошло, поехало, блин. Вот, так тоже, вот с этими разгонами, да, я вот, ну, что... Потом уже, когда включилась сустав, ну, смотрю, вот эта вот хронология, да, там, вот, воскресенье, там, избирательный участок, там, Минск. Люди ходят, милиция стоит, никто никого не трогает, там, ОМОН отцы стоят, завечерей где-то там, уже больше этой молодежи. Молодежь в основном. Ну, вот, стоят милиция, группа там, человеку три-четыре, блин. Из этой толпы выскакивает какой-то малолетка, блин, и из баллона газа в этом, вон, 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 в лицо, блин. Ну, что это такое? Потом, там где-то был момент тоже, толпа стояла, милиция подъехала, эти выскочили, давать драться сами, первое было. То есть провокации милиции были однозначные. Конечно. А что такое милиция, блин? Он по рации, он должен сообщить, что вот, тут на нас напали, тут все дела, это все слышат. Четыре, ребята, что хотели, ну, а как вы? Милиция еще в Беркут у всех перед глазами стоит, особенно в милиции, в Киевской Беркуте. Да, да, да. Вот. Так и что вы хотите после этого? Потом, естественно, пошли молотить. И уже молотили от души. Говорю, у нас милиция, она не стесняется в этом плане. Если уже туда попадаешь, то там проучат хорошенько. Ну, и вот, то есть мы как бы с двух сторон, даже с трех. С одной стороны, раскачали ситуацию по максимуму, прискачали. Причем при участии самих же властей. Вот. Это однозначно. Они первые начали эту сумму нагнетать ситуацию. Потом уже, когда сами выборы спровоцировали ОМОН, ОМОН ответил, блин. И вот в результате то, что имеем. Конечно, то, что они там свою эту... Превысили полномочия, это даже никто не оспаривает. Тут никаких нет вопросов. Особенно, что там били в этой... Да уж, задержанных там, в казаках там луксовали, там... В грешке подержали, там беденые проходили. Ну, у нас, если честно, у нас такая практика, она всегда есть. Если честно, я тебе скажу, что в милицию лучше вообще не попадать. Ни в полицию, ни в милицию, ни в Европе, ни в Америке, нигде. Потому что там могут приложиться. Так, ради чего туда было идти протестовать? Ради чего? Ради кого? Волну поднять подняли бы. Я тут своим говорил, там, с кем знакомым. Только не вздумайте куда-то лазить, говорю, что вы дураки бы. Волну подняли, а кто ее оседлает эту волну? Да, лука он такой, вот он такой вот, да, да. А те что? Они-то еще хуже. Мне понравился, как Трухан сказал, Владимир Трухан такой, он политвера, блок. Он говорит, выбирать приходится между чумой и холерой. Если холера лечится, то чума уже не лечится. И тут, ну, зачем вы туда прете за Тихановский? Короче, вот так вот, сейчас вот ходят обиженные, вот, блин, мы тут все, нас в революциях не удалась, блин, в очередной раз. А как ты вот ощущаешь, уже успокаиваются вот твои знакомые, те, кто ходили, те, кто... Это известную субстанцию сбаламутили, блин, да. Ну, менты пену собрали, правильно сделали. Вот, а это оседает постепенно, оседает, пусть не сразу. Вот, но если кто-то новую петарду не закинет в этот туалет, блин, то будет тихо. Может же все, что угодно быть. Ну, то есть вы сейчас уже есть ощущение, что вы как на вулкане, да? Ну, то есть... Ну, я не скажу, что уже прям как на вулкане, но ожидать всегда можно чего угодно. Вот, тут непонятно вообще, вот, как тогда с этим взрывом метро. Вообще никаких предпосылок не было ничего. Кто его взорвал, зачем его взорвали, да? Только одни вопросы были. Для чего это было надо? И кому это было надо? Ну, вот. Так и тут. Сейчас все, что угодно может быть. Я, ну, в принципе, это всегда так. Тут в любой момент может что-нибудь где-то там рвануть. Я не говорю, что там про взрыв. А так, ну, честно. Слушай, а как ты думаешь, вот эти вот волны, вот эти протесты, да? Дали ему на розум? Нет, не дали. Ну, вот, вот барин, да? У него трепостные не вышли на барщик. Что с ним не то? Порют. Вот, выпорвал. Все равно его как-то что-то надо с ним делать. Ну, делать надо. Я так, да я думаю, что с ним уже делать. Ну, это видно. Ты думаешь, братская рука? О, я на это надеюсь. Очень. Я надеюсь. И приветствовать буду только всеми. Всеми за. Слушай, а вот скажи мне, ладно, это понятно, да, как все. И слава богу, что успокаивается. Слава богу. Правда, очень переживательно за вас. Тем более встречаю людей, которые, знаешь, которые не понимают, что, как, куда, лишь бы идти, лишь бы бежать. Я же тебе говорю, я сижу на этих чатах ваших. Вот Минск 97. Вот они там, ну, единственный чат в детстве. Вот они там именно люди обсуждают, понимаешь? Вот там дискутируют. И есть чат Ямы Батька, знаешь, я вот смотрю и там, и там. То есть это самые два больших таких чата, там по 40 тысяч. Ну, так, неплохо, да, для народу. Я вижу, какие там провокации вбрасываются. Во-первых, за силовиков, что вот там гнобить детей, знаешь, вот это вот вычислять их там по жены, детей. Ну, вот это, знаешь, что мне самое страшное? Экстремизм, экстремизм чистой воды. Чистой воды, и это однозначно. И дай бог, чтобы их всех нашли, блин. Ну, так естественно. Есть такой сайт, картия 97. Вот, сейчас у нас недоступен в Беларуси. Ну, можно на него зайти, но, собственно, тратить усилия, чтобы очередной раз вымороться дерьмо-то и неохота. Вот, ну, когда-то еще там помоложе было, говорю, лет 2-я ситуация началась очень давно. Вот, я на этой карте на этой подвисал. Ну, знаешь, государственная газета, а тут вот такие газеты. Только это тогда стало распространяться. Вот, ну и вот картия 97. Вот, ну, там, ну, читаешь, ну, да, там, вот, там, критикуют, так, сяк, блин. В том, елы пала, блин. Пишу в комментариях. Да вы тут, ребята, уже, как бы, скоро черепа мерить будете? Вы что, вообще несете, блин? Какие нафиг там белорусы ж это чуть ли не древнее укров, понимаешь? Блин, вот, это все с этого начало, у нас в Молдавии точно так же с этого начиналось. Да, 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 вот. А все остальное, там, эти, восточные, это, блин, орда дикая, там, буряти какие-то, блин, киноугры, блин. Я говорю, киноугры вам чем не угодили? Блин, меня эти дички вообще не заморачивают. Ну, понимаешь, с ними спорить невозможно, блин. Сразу идут оскорбления, там, прочее, прочее. Мы тебя вычислим, вот, все остальное. Еще тогда это, еще в начале 2000-х. Ну, вот, там такая, это самое, у них там главный редактор, там, Радина такая, по-моему, Радина. Я ей написал там, ну, в комментах, так, письмо я не напишу открыто, ну, в комментах там длинное там написал. Вы же, блин, демократы вроде бы, как вы так, сами вот не демократичный себя ведете абсолютно. Забаните меня тут постоянно на вашем этом сайте. Ну, вот, ни ответа, ни привета, потом его отключили, и слава богу. Ну, вот, это абсолютно неконструктивно, абсолютно нацизм, даже какой-то, не какой-то, а прямой, по большому счету. Ну, что это? Говорю, вот, отдай вот этому поползновение, да. Будет Украина, вот Украина. Говорю, вот у нас в Беларуси, тут мы тихие, померковные, у нас там толерантные и все остальное, да. А кто в Украине мог сказать, что до 20-х чисел февраля 14-го года у них война будет? Никто не мог сказать. Ну, прыгают там на Майдане, скачут, ну, скачите, придурки, ничего. То, что в Молдавии война, то, что молдаване друг к другу... Знаешь, как про нас говорили вообще, что мамалыга не взрывается? Вот про нас так говорили, знаешь? Что мы вообще, насколько вот тихие, что мы это... И все равно убивали другого, понимаешь? Это вообще за них не делать. Да, тем более тут у нас же как там, ну, в принципе, католики есть, православные есть, да. Белорусы есть, русские есть. Есть белорусы, есть литовцы, есть поляки, блин. То есть есть, уже возможность есть вот между этими всякими группировками. Одна восточная Белоруссия, одна западная Белоруссия, да. Западников не любят. С Минска приезжает проверяющая, там что-то там звонит своим, ну, как там ее спрашивают. А что тут с этими западниками разговаривают? Да, ну, то есть разделение есть. Когда говорили, что Белорусь прям такая единая, нет, есть какие-то, да, вот эти мелочи, на которых можно сыграть. Да. Тут понимаешь, в чем еще дело. То, что, скажем, когда вот, ну, экономическая ситуация тяжелая в стране, да, вот там, и, допустим, вот там, восточная Белоруссия, да, вот, им подзаработать, собственно, негде, да, там, если надо ехать, то надо куда-то ехать на работу. А тут вот взять Гродно-Брест, вот, что-то сел на автобус, съездил в Польшу, да, там, что-то провез, там, назад что-то привез, вот уже подзаработал, уже с голодью помрешь. То есть тут проще как-то, да. И профессиональные контрабасы, контрабандисты, да, они с коттеджи строят, на машинах хороших едут. Контрабандисты есть, я вижу здесь, по нашим сигаретам, ваших минских сигарет контрабанды у нас здесь продается валом. Вот половина из всего товара, половина украинского, половина этого минского. Ну, там еще немножко страны ближе его, но в основном минск, потому что у вас дешевле получается. Это же поле приходит, да? Да. Конечно, у нас вон на рынке, я, если хочешь, пойду сниму тебе. Я даже знаю, как называются ваши сигареты. Ну, я к тому, что тут как бы люди, им проще было выживать вот в эти времена, да. То, что там у нас заводы позакрывались. Как бы у нас приватизации не было, да, но заводы сами по себе позакрывались. Причем заводящие такие были при Союзе. Это гиганты, блин. Вот Погродный у нас завод автомагнитов. Ну, он был военного назначения в первую очередь. Самый большой был завод. Там больше всего работало у людей. Ну, он там работает сейчас, может, там, я не знаю, тысячи не работают. Там какие-то для маза что-то жгуты какие-то вяжут. Ну, он с ним дорабатывает, по большому счету. Туда никто не хочет идти, зарплаты там нету. Ничего там, по большому счету, нет. Вот если из деревни кто-то приедет, там, ему надо где-то в городе зацепиться. Вот он еще может туда устроиться. Поработает там какое-то время и потом увольняется. Ну, абсолютно не перспективно ничего. Там тонкосуконный комбинат был, огромный комбинат. Сейчас на нем рынок у нас большой, там, комплекс. Завод автоагрегатов. Да, перечисляют кучу. А как ты видишь, ваше развитие все-таки? Одно государство с Россией или с областиной? Я вижу только так. Я другого не вижу. Потому что другой путь, это, ну, извини, конечно, но еще до твоих роликов, там, я как-то, вот, все-таки страну привести. Вот Молдавия, блин. Я не обижаюсь. Я понимаю. Половина молдаван, кто в России, кто на Западе, кто где, и там, вот, у кого есть свой участок в земле, вот с этого и живут, по большому счету. А так-то что, как прожить-то, блин, вылупало. Так, Литва, Латвия, Эстония эти, шпроты эти, балтийские. Что же самое там у них? Вымирает нация полностью. Они вот туда, им, это вспомни Советский Союз, да, блин, Прибалтика, да, какая промышленность, химическая, радиопромышленность. Автомобили собирали. Туда вообще за счастье было попасть по распределению в Прибалтик. Где-то нарвались, да. А сейчас что? Сейчас там, ну, скоро в Латвии там эти, русскоязычных большинство будет. Там все эти латыши разъезжаются, а русских-то, они ж не граждане, не берут никуда. Они скоро, да, да, вот так вот завоюют. То есть, Пытия сейчас. Большинство их будет, да. Поэтому тут я однозначно, если мы хотим чего-то, какой-то страна, при том, я не понимаю вот одного момента. Мы суверенные, да. Вот мы, белорусы, мы должны быть суверенными. А кто тебе мешает быть суверенным белорусом в составе России? Ты еще будешь более суверенным. Потому что на тебя уже никто не надавит. За тобой уже будет такая стоящая... Чем твой суверенитет от этого стал меньше? То, что ты вот будешь вот так вот, там, каким... На каких правах, там, войти в Россию, там, северо-западный округ, там, край, там, с шестью областями, там, отдельно... Республика, как Татарстан, как Чечня, как... Ну, вот, какая разница, что от этого потеряется в твоей жизни? Я вот не могу понять. Ну, остаетесь республикой, остаетесь белорусами, остаетесь со своими границами, со своей культурой. К нам приедут эти москали клятые, и тут все позабирают наши, что наши заработают. А кто вам построил вот это вот все? Начнем с этого. Кто построил из Азотова? Люди любят. А помните, вспомните свою эту... Все руководство, вот у нас Гродно-Азот, да? Все руководство, это все из России приехали, потому что тут специалистов не было. Ну да, даже какие-то институты, я же не просто... Естественно, вот строят атомную станцию, да? Вот кто будет управлять атомной станцией? Я думаю, белорусские кадры у нас такие подготовленные. Они так прям все знают эту атомную энергетику, все нюансы, что они там аж прям так будут атомную энергетику подбивать. И вот тут какие-то глупые, блин, я не знаю. Ну, знаешь, вот это вот как психология Лемитрофа, да, вот как его называют. Оскорбление, не оскорбление, вроде политологический такой термин Лемитрофа, да. Вот у них какая-то такая ущербная, они вот чувствуют себя ущербными, да. А я говорю, нужно немножко по-другому поменять посыл. Это не Россия вас присоединяет, да, забирает, типа, а наоборот, вы присоединяете к себе Россию. Ну что же, тут еще пару лет мы будем бежать туда-то, возьмите только, блин. Потому что тут жопа, блин, полная. В том-то и дело, чем больше у вас промышленности развалится и разрубятся связи, тем с меньшими преференциями, скажем так, вы войдете, понимаешь. При преференции уже, сейчас уже говорить не стоит про преференции. Да, он сделал все, чтобы уже... Поколение советское, да, вот это вот, пока Путин еще, вот он правит там, да, еще у нас есть шанс более-менее как туда влезть. Да. Следующая поменяется, придет другие молодые, блин, которые выросли уже, когда Беларусь отдельное государство, Беларусь. Ты не скажешь, нафиг мы не знаем еще эти 9 миллионов хлебников. Ты знаешь, я тоже заметила, что у Путина еще такое отношение как к одному народу, как к братскому народу, знаешь. А вот следующий уже придет такой какой-нибудь технократ, который, знаешь, у которого вместо сердца валюта, знаешь, в глазах, в счетчик. Вчера смотрел там, ну, Соловьева там, короче, там, в белорусской стране выступал там товарищ какой-то. Рыженький такой, да? Рыженький? Ну, там, бордаты такой. Я вчера тоже, кстати, смотрела, мне посоветовали, я посмотрела, да, да. Ну, такой агрессивный такой, блин. Такое, вот, это ж поезд, вот, мы ж тут танки под Смоленском, там, все дела. Вот это вот, знаешь, так Белоруссия нужна России. Вот это ж прямо, аж офигеть. Вот. А то, что танки под Питером стоят на АТО, ничего страшного. От эстонских границ сколько до Питера там? Согласна. Ну, а Калининград, он, как бы, он вообще в окружении НАТО находится, да? Ты знаешь, уже, мне кажется, категориями такими, вот, знаешь, вот этого вооружения, уже не мыслят другими категориями. Уже мыслят, суверенитет должен быть информационный, суверенитет даже, смотри, вирусный, блин. Вот, понимаешь, уже другими, воюют другими способами, уже не... Вот, смотри, надо победить, да, вот, ну, любая война, это что? Это война за ресурсы, да, за какое-то экономическое превосходство, там, и так далее, и тому подобное, да? Вот, смотри, белорусский вариант. Вот, тут это революция, да, там, все это. Даже без революции, тут забастовки. Не успели забастовки только объявить, что забастовки, да? Уже полетели вниз котировки, блин, доллар вверх пополз, уже все, жопа, блин. Вот, уже наша белорусская вся экономика, она уже накрывается... Чем больше вот этого кипиша, тем будет меньше. Да, да, нахрен воевать. Зачем тратить какие-то ресурсы? Посади одного нексту, да, и он тебе всю революцию сделает, на всю войну победит. Ну, вот, зачем это надо быть? Вот, а у людей все еще какие-то там фильмы насмотрелись про войну. Я думаю, что сейчас там фронт будет, Жуков второй на коне прискачет, там, еще что-нибудь. Ай, как-то так. Я закурю ничего? Давай закурим. Такая ситуация. С одной стороны, у нас антироссийская накачка шла все время правления Лукашенко. Так вот он пришел к власти. Вернее, не все время, поначалу было не до того, потом, когда он там метил, блин, вице-президента или соправителя вместе с Ельциным, потом его это обломили, да. Пришел к власти Путин, и Путин сказал, давайте так, мухи отдельно, котлеты отдельно, да, знаменитая фраза. Это же про Белоруссию было, про интеграцию. Давайте или союзное государство, или не будем дальше ломать эту суверенную, так суверенную. И все, с тех пор пошло, что накачка вот эта вот шла, белорусизация такая тихая, да. Последние годы вообще до маразма дошло, блин, со стороны властей. Вот представим, значит, у нас в 18-м году праздновали 100-летие создания Белорусской армии на 23 февраля. То есть 23 февраля, когда Совмарком во главе с Лениным объявил о создании рабочей крестьянской Красной армии, у нас это создание Белорусской армии отметили, да. А объявление БНР было месяцем позже в историческом моменте, да. То есть правообразовалась Белорусская армия, получается, а потом уже только Белорусская народная республика, да. Вот представьте, до какого маразма вот доходили вот все эти вещи. У нас же бессмертный полк у нас запрещен негласно. Кстати, да, я знаю. Официально его как бы никто не говорит, что там нельзя, но нет. Георгиевская ленточка тоже нет. Вот, не приветствуется она. То есть вот эти вот атрибуты, казалось бы, мелкие-мелкие, но они, это символы определенные, которые много чего значат для людей. А это все наоборот, еще там с веснееванием, еще каким-то, еще чего-то, то есть полно. Там чуть ли не любое выступление президента там, неважно где. Это всегда он найдет шпильку, где Россию у кого. Это не наша была война. Про не нашу войну я вообще молчу. Блин, там же вот это вот верблю всего. Все подофигели. Да, дальше интервью Венедиктову, Гордону этому, блин. Ну, это плевок просто такой в сторону, блин, кремлянам, что это вообще жуть просто какая-то. Ну, а народ как это все воспринимает? Вот, блин, мы же белорусы со знаком качества. Это русские со знаком качества. Там те русские, те некачественные, бракованные, понимаешь, в России. А мы тут качественные, блин. Мы же лучшие. Сейчас референдум проводить нельзя. Это будет только новый раскол. Надо сейчас стабилизировать ситуацию в стране во главе с тем же Лукашенко. Лукашенко этого нормально поставить на место, блин. Задать ему вектор один. Немного вектора, а один. Вот, правильный вектор. Вести его по этому вектору. И работать с населением. Грамотно работать с населением. Да, информативно, конечно, информационно. Но уже ты понимаешь, информационно работать с населением будет не только, но и та сторона тоже будет работать с населением. А у них уже большой электорат. Ты посмотри, сколько у них уже народу. Это будет так просто. Так это та сторона, скажем, да, в нашем мире, партнеры западные. Они что, работают уже сколько лет, блин? Десятилетие работают. Уже поколения вырастили. Да. И вот как раз это поколение еще и шляется там по улицам. Вот это вот, это взросло уже целое поколение. Выросло вот на этой вот антирусской, антисоветской. Антисоветская считает, что антирусская. Любой антисоветчик это против русских выступает. Ну да, отрицать наличие, ну вот это 70 лет жизни вычеркивать из своей истории, это надо быть идиотом просто. Тем более, что там не все было плохо. Какая была жизнь? Чем плохая жизнь была? Сейчас, по-моему, вот поколение вот наше с тобой, скажи, давайте застой обратно. Побегут толпами, блин, все. То, что мы пережили после, конечно. Я уже много раз говорила, знала бы я, что будет, я пошла бы там разгонять бы всех. Но, к сожалению, я тогда была на другой стороне. Ну, знаешь, все мы были молодые, хотелось свободы, да. Ну, это единственное, что немножечко успокаивает, то, что все-таки вот этот молодняк, который сейчас повелся, он повзрослеет и мозг включит. Ну, естественно, они все время заведутся, дети появятся, конечно, оно само по себе придет, это размышление, более здравое, более умное. Сейчас это хочется, но некоторые упоры-то особые. Ну, посмотришь там, какие-то дедушки ходят там с этими флажками красно-белыми, блин. Бабушки там трясут там непонятно чем, но это уже то самое. Ну, это, знаешь, это такой возраст, когда дай какой флаг, такой и будут носить, понимаешь. Ну, ты же видишь, говорю, что волну подняли, подняли волну, да, а ее оседлали вот просто вот эти люди. И это опять-таки, это благодаря этому нашему салцеликому всенародному избранному. Он зачистил, все политическое пространство он зачистил. Никого нет, вот реально, да, вот сейчас, назови фамилию какую-нибудь, да. Единственное, что у меня, вот это силовики, да, вот это вот то, что они начинают сейчас давление именно на силовиков, да, ну, всякие вот эти люди. Ну, это что им остается? И им только это остается, во-первых, себя почувствовать сильными какими-то, я не думаю, что у кого-то духов... Нет, дурак-то найдется какой-нибудь, адрес прочитает, пойдет, под дверь нагадит он. Вот. Но, да, могут ребенка обидеть в детском саду запросто, жену где-то поймать, там, напугать, что-то еще такое. Вот в том-то и дело. А представь, как вот, допустим, тому же мужу, да? Вот вопрос тогда, что наши делают силовики в ответ, блин, где наши спецслужбы, КГБ и прочее, прочее, которые ЧВК Вагнера, блядь, ловят, да, вот. А вот этих вот отследить и вычислить, откуда это, что, чего, блин, и поймать одного, и прилюдно, блин. Да что там вычислять? Открываешь чат и смотришь. Там сообщения идти в море. Ну, так у нас, главное, есть статья, да, за экстремизм, там, высказывания в интернете, там. Главное, если порнуху где-то смотрел, там, лайк поставят, ну, не сажают, штрафы дают, выписывают, да? Ну, вот, следят. А вот такие вещи, пожалуйста, проходят. Это вот я говорю. Еще знаешь, мне что напрягает? Вот это вот голословная свобода, свобода, свобода. Нам не хватает свободы, мы хотим свободы, силовиков нафиг. И вот, понимаешь как, но люди не понимают, что если эти силовики, допустим, прекращают свою работу, говорят, да, ну, вас нафиг, да, ну, то есть все. Если люди, скажем так, уходят, скажем так, с улицы, то свободу получают не обычные люди, а свободу получают бандиты в первую очередь. Ну, естественно, конечно. Понимаешь? И вот это ОПГ, всякие банды, они мгновенно учтутся, и все. Да, и тогда ты не сможешь не то, что свое мнение высказать, ты побоишься даже подумать свое мнение. Вот как в Украине сейчас. Ты видишь, что там творится, они их там просто убивают. Понимаешь? Людей, которые с противоположной точкой зрения. Вот, а это же, понимаешь, это очень опасно. Свобода это очень такое, знаешь, неговище. Надо задать вопрос, свобода от чего? Вот, свобода от чего? В первую очередь, свобода от здравого смысла. Независимый. Да, согласен. Ну, вот это меня пугает, конечно. Потому что в первую очередь свободу получают банды, бандиты. Вот это вот по ушам проездили дуракам, да, вот наивным. Вот страна непуганных идиотов, да. Вот про Советский Союз когда-то говорили, да, то, что вот в этом коконе выжили, да, такие, не видели, не знают, где что, что творится, да. Так вот у нас в Беларуси такая же ситуация. Вот, то же самое было. Не знают, что происходит, как оно, что там. Да, многие, появилась возможность съездить там за границу там в поездки. О, там были там в Италии, там так классно, там так хорошо. Во Франции, ой, там так замечательно. Герман, ой, блин, вообще супер, блин, да. Так поедь там поживи, блин. Поедь поживи. Я была, я была просто в шоке. Я когда сюда приехала, а тем более, я еще, знаешь, я же часто езжу по Минску, по Беларуси. Ну, я, когда вот в Москву ездила работать, я не летаю, у меня аэрофобия. Поэтому я все время автобусами там или поездами. Вот, и я через всю Беларусь вот так вот, знаешь, проезжала, в общем-то. И когда я приезжаю сюда и смотрю вот на эти дороги, вот на это состояние, вот улиц, грязь, и вспоминаю Беларусью, даже уже не Россию, хотя сейчас уже и Россия тоже привела себе в порядок все, да. Вот, но вспоминаю Беларусью, думаю, господи, ну, 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 просто небо и земля. Здесь сравнивать не с чем. Насколько у вас все вот прям, ну, все так аккуратненько, все так вылизано, все так это. Ну, то есть как-то, а здесь, здесь нет такого? Ну, может быть, где-то какие-то районы есть, какие-то, знаешь, государства, но не все. Вообще Европа неоднородна, не, ну, то есть здесь все, знаешь. Да, естественно, естественно. Я тут, ну, вот, знаешь, такое, про Швейцарию смотрел там, короче, обзор. И в Швейцарии, значит, у них там, ну, да, богатая страна, там, все такое, да, там, достаток полный, демократия там, свободная, все, что больше. Ну, вот, ну, не в этом соль, значит. Ну, первый вопрос. С чего у них такое вдруг богатство взялось, да? Ну, вот, ну, я сейчас не буду исторически эти там экскурсии проводить. Вот, вот, первое, откуда у них это взялось богатство, да? Второй вопрос меня поразил. У них национальное блюдо – кошки. Кошки? Швейцарии. Швейцарии, да. В швейцарце там какой-то у них там праздник или на Рождество, или что, и у них там традиция еще с давних времен, что вот сожрать катабол. Серьезно? Ну, точно, вот, понимаешь. И вот так вот это вот вопрос, до чего надо довести человека, что он бы стал есть катабол. Он же ж невкусный сочет, несведомный. Ну, здесь тоже у них национальное блюдо, они траву жарят, едят. Они вот в ботву. Откуда это пошло? То есть когда-то Швейцария была, блин, настолько нищая, что ели котов травой закусывая, да? А потом вдруг у них вот это богатство не свалилось. Так вот, надо разобраться, откуда у них это богатство, с чего оно у них взялось, да? Тогда вот почему Беларусь, а не вторая Швейцария. Да потому что, блин. Потому что время ушло, другие обстоятельства поменялись, еще что-то. Не стали вы, Швейцарии, и не станете никогда. В этих условиях вы не будете Швейцариями. Вот так вот. Тут про наш этот порядок там и все остальное, да? Что же до маразма доходит? Ну да, там улицы подметают, траву косят, блин. Так землю косят, блин. Еще трава выросли не успела, трактор ездит. И херачит ее там во всю пыль столбом, блин, да? Для чего? Ну что вы делали? Неужели бараны, дебилы, что вы творите-то, блин? Нет, вот указание было, всем траву косите. Тоже этот на вертолете летает, увидит, что не косят. Всем в жопа будет. Все, вот, пожалуйста. Это вот такая вот управление, блин. Все в ручном режиме. Вот это, да, вот это, кстати, не напрягает. Системы нет. Один дурак спустил, блин, остальное подхватили и все. Страна осталась без профессионалов. Управления нет профессионалов. Да, да, да. Он не будет подчиняться этим дебильным указам, да? Да, но студент силен во всем. Ну, сборки картошки, в обмолоте бязи, блин, или зяби там, что я там, обмолачиваю. Да, он во всем разбирается. В коронавирусе вообще первый специалист. В коронавирусе, да. Военный супер-пупер с автоматом бегает, блин. Коля собрался пойти в войну с друзьями поиграть, блин. Пошли на вертолете по Катая, ну вот, полетели, насмешили народ в очередной раз, да. Вот ситуация тебе тоже. Вот эти митинги, там все протестующие массово выходят, да. Тут по-российским этим всем надо Лукашенко выводить своих сторонников, да. Все, тут же давай митинги организовывай. Как митинги организовываются в республике Беларусь? Административным режимом, блин. С администрацией, в которой подчинение предприятия дали указивки, блин. Пригнать столько-то народу, блин. Ну и все, и стали сгонять людей. Вот и приходят, молчат, стоят там. Куча заводил там с Барсэма, там, Беларусь орут, да. А эти стоят все, как-то обостравшись, блин, и все на этом. Вот весь митинг, блин. Так он сам себя загнал, понимаешь? Когда он едет на завод какой-то, да, встречаться с людьми. Следом едет там пара автобусов с рабочими, якобы, да. И там новую одежду им дадут, там, робот, каски чистые все. И стоят вот эти вот. А он уже в лицах многих знает. Так у него даже он проговаривается, он их по именам некоторых называет. Он был в Громе на Азоте, да, поехал в Гомеле. О, там, привет там все. Понимаешь? И вот возят. Он тут поехал на реальный завод, там, реально с людьми, которые вышли. Ну, шок для него. А что он думал? А как он хотел? Если ты что-то играешь в какую-то игру, так ты играешь по-честному, а не по своим правилам. Что за тобой возят эти клику эту. И все. Ну, так вот получается. Слушай, ну дай бог, чтобы он это в себя пришел. Мне кажется, он должен прийти сейчас в себя, потому что он прекрасно понимает, что у него... Он сейчас не придет. Не придет. Не тот человек. Ну, должен был он, в конце концов, испугаться такой массовости. Ну, просто честно. Нет, я не верю. Слушай, а почему раньше Россия ему не показывала? Ну, у России, наверное, свои какие-то проблемы были. Когда Украина вылезала, смотри, на сколько лет это отвлеклись от Белоруссии. А я все думал, ну, когда же уже возьмусь за него? Когда? Ну, все-таки кризис. Хотя были, были, были там попытки, и так с Лукашенко и Жонко говорили. Все-таки это пробивалось. Все какие-то вот эти были на другие отвлечения, все-таки, извини меня. Привезти страну в соответствие, там, ну, это надо большие усилия и средства. Это только одну валюту, считай, перевезти. Это документы, это денег до хренища. Естественно, это все будет идти с Россией. С поселением проработать нормально, блин, вопрос. А вот если бы это было раньше, это было бы дешевле. А сейчас это будет стоить еще дороже. И там уже будут считать, знаешь, оно нам надо, не надо. Я почему говорю, что мне напоминает вот это Белоруссия, да, это вот как Паниковский с гусьем бежит, да, вот, блин, она там, брось гусята, а ты там в машину не запрыгнешь. За ним гонится там банда, блин. В правосеке, там, в Замагорове, не знаю. Ну, это вот Белоруссия, это по-непоски вот этот вот. И тут и выкинут, жалко, блин, и в ту, и там задницу надерут. Вот, что делать? Да. Будет желание, можно будет там, допустим, вот какой-то вот отдельный вопрос, да, там, о чем-то поговорить, потому что не так вот всеобъемно еще, да, потому что, ну, это довольно там много о чем можно говорить. Будем на связи, будем на связи, я тебя, если ты позволишь, я тебя буду периодически... Там так со стороны не слишком остро это все? Нет. Нет, нормально. Чтобы мне в Италии не пришлось свежать. Если хочешь, я тебе лицо закрою. Закрою лучше. Хорошо. Все, приятно было пообщаться. Вот, я думаю, что еще что-то интересное, пожалуйста, в любой момент. Хорошо, мы с тобой на связи, я тебе, я тебе буду периодически назвать. Хорошо. Пока, спасибо.